приветствую вас мои дорогие друзья с вами лилия донскова сегодня будем говорить о тональных основах о разных из компании oriflame их много категорий я буду говорить о тональной основы серии the one и из серии giordani gold у меня их несколько я вкратце расскажу про каждого первых как подбирать тон и какой мне нравится именно почему ну и начну с тональной основы вообще в принципе как подобрать тональную основу давайте об этом поговорим смотрите нужно прежде чем выбрать тон посмотреть на внимательно свою кожу и какой у нее потом у меня однозначно просвечивается синий потом синий с розовым то есть у меня оттенок кожи холодный хотя волосы в теплом оттенке поэтому немножечко это но не так гармонично смотрится как хотелось бы поэтому тон я подбираю с уклоном в теплоту то есть не холодный а немного более теплый но нужно обязательно следить чтобы тон на лице и тон шеи не различался вот это очень тонкая грань которую очень сложно соблюдать как я это делаю если есть возможность нужно выписать сразу несколько пробников тестеров они приходят таких маленьких пакетов и потестить их не по отдельности просто нанести одну другую на следующий день и так далее а сделал таким образом то есть берете маленькую каплю прям вот капелюшечку такую маленькую на пальчик и переносим на подготовленную кожу то есть так ближе к шее наносим такую тонкую полосочку тонкую полосочку растушевываем берем следующий оттенок вот у меня есть преображающая тональная основа мне она очень нравится но вы сейчас сами увидите я неудачно выбрала тонку все его слишком перетеплила и носить его могу только только когда лицо под загорелая все-таки он немного выделяется либо пудрой корректировать то есть наносим одну полосочку рядом с другой берем следующий оттенок вот у меня новинка мат матирующая пудровая тональная основа джордани гол который кстати мне очень нравится про нее злобные отзывы читаю но на самом деле она коварная к ней надо чуть-чуть приспособиться вот тут ниже еще есть местечко наношу то есть вот чтобы полосочки шли раз два три и запоминайте куда вы что наносите чтобы было хорошо видно вот такие вот три тона которые у меня сейчас есть дома я их рассмотрю и смотрим если вам хорошо видно то преображающая она примут жил тип то есть вот прям вот ярко-желтая полоса при дневном свете конечно нужно это смотреть может при искусственном освещении будет искажаться цвет и вы можете не неверно сделать выбор то которое я носил вторую это сейчас кстати одна из моих любимец и серии the one стойкая тональная основа она совершенно исчезла то есть ее мы не видим а вот та которая матовая пудровая ее тоже практически не видно но она чуть выделяется из-за того что есть теплота и слоновая кость на теплый то вот и сейчас сразу можно сказать что преображающие наносить нельзя она будет слишком сильно контрастировать с моей белой шеи это будет просто желтое пятно я буду похожа на китайца поэтому вот если вы все это сделаете и у вас ватный диск не взяла ну ладно если вы все это вот проделаете увидите тот тон который вам подходит реально учтете все варианты как носить тон как вы будете добавлять какую пудру коррекцию и так далее и выберите себе хорошую тональную основу который будет идеально подходить по цвету по цвету мы выбрали да и вот я это кисточкой разотру сейчас желтую беру а теперь что еще важно то нужно подобрать по типу кожи и тут такой момент что у всех кожа разная и что интересно даже если заявлено что тональная основа матирующая пудровая рекомендуется для обладателя жирной кожи и многие боятся что она будет сушить кожу на самом деле как вы видите у меня кожа не жирная то есть у меня поры вот чуть-чуть выделены только на крыльях носа жирный блеск у меня не появляется в течение дня я не припудриваю лицо очень редко прямо от крайне крайне редко я пользуюсь матирующими салфетками когда это вот прямо необходимо сейчас челку уберу чуть-чуть чтобы она мне не мешала очень редко обычно в путешествие я беру с собой матирующие салфетки потому что много ходишь жарко и так далее и я чуть-чуть промакиваю лицо и мне становится очень комфортно поэтому тоже лучше попробовать прежде чем купить на что я еще особенно обращаю внимание а бывает такое что когда наносишь тон он ложится сразу хорошо но через несколько часов а тон собирается в порах и это выглядит очень некрасиво и самое обидное что порой нельзя даже ничего сделать мне ничего нельзя подправить поэтому нужно все пробовать в этом плане мне понравилась тональная основа преображающая она не собирается в порах очень хороший тон я прям его рекомендую потому что если сравнивать например с тональной основы с пипеткой который я кстати очень не люблю из-за этой пипетки все время как ну неудобно некомфортно им пользоваться я рада что вы сейчас заменили на новый тон то этот тон у меня сразу прям собирался в порах он красиво лежит на гладкой ровной коже но если есть поры то он сразу там у меня по крайней мере собирается и с праймером и без праймера не имеет значения все равно он лежит некрасиво по поводу тональной основы the one вот такой тон именно стойки идеальная тональная основа которая абсолютно не собирается в порах даже в течение дня даже когда жарко вот она ложится сразу хорошо и весь день классно держится макияж вот за это я полюбила тональную основу всем ее сейчас рекомендую потому что ну по моему она идеальное сочетание цены и качества и немножечко поговорю про тот тон который сейчас я считаю такой нашумевший тон giordani gold нотирующая пудровая она очень коварная и у меня был с ней эксперимент пять дней длился я подбирала способ как ее лучше наносить чтобы она легла просто замечательно итак первое я ее нанесла просто кистью неплохо но в порах немножечко забилось я и попробую носить пальцами просто ну тоже примерно такой же результат мне не очень нравится пальцами в принципе носит он поэтому этот метод как бы сразу отвалился потом я нанесла два слоя думаю может быть один перекроет другой получился огромное нагромождение этого крема на лице и выглядело просто ужасно то есть это было просто издалека красиво лицо просто как куколка а вблизи видно было что прям вот лежит этот тон далее в комментариях девочки стали рекомендовать использовать влажный способ нанесения хотя у меня мозг как бы взрывался как как это пудровую тональную основу носить влажным способом но как ни странно этот способ сработал только я использую мне блендер а я бы беру свою любимую кисть вот такую кисть я ее просто увлажняю прямо сейчас это сделаю немножечко прям под краном на кухне чуть-чуть то есть на ней прям несколько капелек воды я ее увлажнила нанесла себе тон на руку и быстро быстро начинаю наносить на все лицо почему быстро потому что при контакте с кожей и когда вода быстро испаряется так как воды очень мало она быстро улетучивается то надо быстро нанести потому что она превращается в пудру я набиваю в кисть вот таким образом прям по руке вот руку использую как палитру начиная не сноса а начинаю сбрасывать тон сначала вот на гладких объемных поверхностях а к носу потом подберусь потому что если я сразу этой кистью залезу на нос то будет слишком много тона на носу и он забьется в порох то есть не с центральной точки начинайте а щечек щечки пошли чуть-чуть глазки а глазка можно будет потом мелкой кистью подобраться чуть-чуть здесь и ушли на лоб еще набиваю тон хоть чуть-чуть не надо его слишком много когда уже маленькие участки пойдут то я уже не набиваю его много а по немножечку и посматриваю чтобы сразу тон лег ровно и вот смотрите как он классно ложится и чтобы кто не писал я поражаюсь этому тону потому что он весь день лежит классно личико ровненько гладенько свеженькая такое не надо припудривать дополнительно стойкий макияж получается здесь румяна не уходит в кожу макияж получается такой стойкий и очень даже симпатичный и вот когда чуть-чуть на кисти остается я уже перехожу к к носу и под глазки многие еще спрашивают не будет ли подчеркивать морщины но я не вижу что подчеркиваю морщины главное сделать все быстро и аккуратно вот видите это небольшой капли мне хватило на все ли личико именно потому что влажный способ очень тонкое нанесение она сразу легла ровненько смотрите как выровнялась личико все чуть-чуть под глазками надо будет добавить только очень тонко или корректором уже и естественно такие вот смахи на шею обязательно сюда к ушам волосяную часть головы потому что если мы наносим только одна центральную часть лица то будет смотреться как маска вы вот такими вот смахами все одна минута и тон нанесен на личико сейчас он ляжет еще немножко влага испариться и он будет лежать весь день просто как конфетка поэтому какой тон вы выберете это конечно же индивидуальное ваше решение еще все зависит от вашего типа кожи такой я еще корректор использую для того чтобы тут вокруг глазок пройтись и убрать этот синячок в каждом видео показываю но еще раз повторю что если у вас синяки под глазами то посмотрите откуда источник синяка может быть он не весь синяк бывает такая индивидуальная особенность что прямо тут тут проходит синяк глубоко как моем случае то синяк идет от этой венки то есть вот это местечко очень тоненькая кожа просвечивает венка она у всех тут есть но у кого-то кожа чуть потолще и не видно а у меня она очень заметно из-за этого она сюда кидает тени получается синяк если вы посмотрите сравните здесь я вот убрала источник тени и сразу взгляд более свежий а здесь он остался и вот сюда кидает тень из-за этого кажется что синяк под глаза на самом деле синяка нет просто очень тоненькая кожа и вот этим корректором именно розовым цветом синий перекрывается очень даже хорошо смотрите так топ 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 капельку и все итак давайте подытожим как же выбрать правильно тон во первых нужно определить свой тон кожи если он холодный то и тон пробники выписывайте именно холодных оттенков не берите теплые потому что они вам не к чему это первое тон подбираете на скуле на скуловой от этой части 23 пробника сравниваете с цветом шеи чтобы не было контраста этот тон который исчезнет совершенно прямо то растворится на коже тот идеально подходит даже если его чуть-чуть видно цену вы понимаете что на лице все это ляжет ровно сработает еще эффект пудра румяна сверху то все это гармонизируется и очень важно подобрать по типу кожи тон чтобы он хорошо лежал и не собирался в порах если вы сейчас так мы близко посмотрим то мы видим что нету в порах ничего не забилось потому что я нанесла аккуратненько кистью быстро втушевала я прям если вы видели я делал такие вот втирающие движения аккуратные по массажным линиям не травмируя кожу и за счет этого нигде тон не собрался он идеально лег я очень довольна этим тоном если меня кто-то спросит буду ли я его еще заказывать да конечно он мне очень понравился он он себя действительно оправдывает вот такие вот маленькие рекомендации для вашей красоты надеюсь видео полезно жду от вас обратной связи может быть у вас какие то есть свои лайфхаки фишки или вопросы пишите в комментариях если вам интересно стать клиентом компании или ком войти мою команду напишите мне в комментариях или заполните анкетку которая находится под этим видео перейдите по ссылке запомните и до новых встреч спасибо за внимание всем красоты и успехов до нового до нового свидания пока пока go pro stop видео